Извините, Любовь Ивановна, тут такая ситуация. Буллинг – новое слово в нашем лексиконе, но, к сожалению, периодически с ним сталкиваются многие. Это так называемая травля в коллективе. В основном подобное встречается в среде подростков. С буллингом можно столкнуться с самых ранних лет. Иногда это может привести к последствиям. Например, подросток начинает совершать противоправные действия. Эта посылка является именно тот социум, в котором находятся несовершеннолетние. Либо несовершеннолетний остается непонятым в кругу своих сверстников, либо он не находит положительных отзывов и положительных эмоций в своей семье. Все это приводит именно к тому, что дети начинают совершать противоправные действия. Сотрудники полиции Сергеевского района проводят регулярные профилактические встречи с подростками. Буллинг как одна из тем для бесед. Так, очередная встреча состоялась в октябре месяца с воспитанниками СРЦ «Янтарь». Жанна Саунина рассказала ребятам об ответственности за подобные действия в отношении сверстников. Раздала тематические памятки. Буллинг можно встретить и в интернете. К соцсетям особое внимание. Об этом в октябре полицейские говорили с ребятами с ургутской школы. Также беседы проводятся и во время родительских собраний. Тем не менее, проблему травли можно решить еще дома. Родители обязаны разговаривать с детьми. Не будет лишним напомнить детям, что решать свои вопросы нужно мирным путем. И это должны, конечно же, объяснить, кроме воспитателей, учителей, это должны объяснять своим детям и их родителям. Подавлять личность другого ребенка, совершать в отношении него какие-то физические действия, приносящие ему моральные либо физические страдания, тоже является противозаконным. На следующей неделе сотрудники Сергиевской полиции продолжат проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях района. Дмитрий Сурков, Маргарита Русяева, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.